Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ! Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – снежная стихия и гололед. Как ликвидируют их последствия дорожные и коммунальные службы Запорожья. Осветить эту тему помогут наши гости – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета Александр Павлович Рудынок и директор коммунального предприятия Элуат Александр Сергеевич Климов. Для обеспечения устойчивой работы вода, газа, тепла и энергоснабжающих предприятий дорожных и спасательных служб города при неблагоприятных погодных условиях коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы. Обеспечивается круглосуточное дежурство работников и техники с помощью оперативного реагирования на ухудшение погодных условий, принятию мер по обеспечению жизнедеятельности города, нормального движения общественного транспорта, поддержания уличной дорожной сети города в надлежащем санитарном состоянии. Коммунальное предприятие Элуат, Основание, Запорожь-Гурсвет, Водоканал, городские тепловые сети, Титан проводят профилактические работы на наиболее аварийно-опасных участках, подготовлена спецтехника, разработана четкая схема уборки дорог и тротуаров. Организовано дежурство 30 аварийных бригад. Коммунальное предприятие Основание, 14 аварийных бригад, коммунальное предприятие Водоканал, 7 бригад концерна-городские тепловые сети, коммунальное предприятие Титан, 1 аварийная бригада. В случае ухудшения погодных условий на дорогу города готова выехать 221 единица техники, предназначена для зимнего содержания. Это трактора, экскаваторы, погрузчики, грейдер, снегоуборочные машины для очистки от снега, межквартальных проездов и пленовых территорий, техника коммунального предприятия Основание. То есть, когда приходит непогода в город, значит, каждая служба, она знает, чем ей заниматься. Есть ответственные дежурные, которые дежурят круглые сутки. В выходные, праздничные дни усилены эти бригады. Если погодные условия ухудшаются, тогда созывается штаб и все службы города, департамент жилищно-коммунального хозяйства, МЧС города, то есть полностью контролируют ситуацию и вносят свои коррективы. То есть мы также прибегаем к помощи с просьбам к предприятиям всех форум собственности города, чтобы они тоже помогали, принимали участие в расчистке города, если это необходимо. На балансе КП «Луат» находятся 79 единиц зимней техники для содержания. Это, конечно, 35% всей техники, которая нужна для содержания и уборки снега в зимний период. Начиная с 29 ноября КП «Луат» работает в круглосуточном режиме. Это у нас была первая волна снега 29 ноября. Ну и самое последнее это было у нас 29 на 30 в ночь. Значит, отработали мы с первых минут снегопада. Конечно, были у нас задержки и по технике, но эта вина была не только наша, а была вина в основном большая часть наших водителей, которые не переобулись в зимнюю резину, которая создавала проблему и на дамбе, как вы видели. Одна машина забуксовалась, а следом встал троллейбус. И приходилось, конечно, вытаскивать троллейбусы и на прицепах, но, тем не менее, мы на 30 число к 8 часам утра были практически все расчищены проезды. Также мы обслуживаем и больницы, подъезды к больницам. У нас не было сбоев по выезду с 5 больницы, с травматологией. Конечно, да, есть территории, которые числятся не только за ЭЛУАДом. Есть, помогают, конечно, промышленные предприятия. В основном это Мотор Сич, Прогресс, Запорожсталь. Остальные, которые закреплены территорией за промышленными предприятиями, практически, бывает, отказываются убирать. Приходится ЭЛУАДу убирать за них их незакрепленные территории. Конечно, поэтому есть нарекания. Сейчас что делается для уборки? Потому что наледь осталась, и если дороги, там, где машины проезжают, они более-менее расчищены, по тротуарам и в отборах пройти практически невозможно. В связи с тем, что погода внесла свои коррективы, а это переход с ноля на минус, значит, постоянно происходит, тут вода днем потаивает, на ночь образуется там наледь. То есть, очень сложно ее убрать, чисто технически, потому что предприятия, которые убирают, так сказать, эти дороги закрепленные, техника у них не предназначена для жесткой уборки дорог, то есть, чтобы ей не навредить, самому асфальтному покрытию. Поэтому внизу, на этой лопате, если вы видели, стоит резиновая резина. Значит, эта резина, она не способна сбить эту наледь. Поэтому по заданию городского головы, значит, сейчас к этим работам мы привлекли, кроме коммунального предприятия Элуат, а также мы привлекли это водоканал и теплосеть. Значит, по три единицы техники они дают, и у них жесткие лопаты, которые сейчас пойдут по центральным тротуарам города и районов, а также внутриквартальные дороги. Если этих резиновых накладок не будет, тогда те дороги, они будут еще после каждой прочистки, то есть, они будут с асфальтом их согребать, снег. Эта техника, она у нас есть, но она предназначена для аварийного вскрытия по водоканалу и по теплосети. Также Элуат принимает участие этой техникой, когда они что-то делают, капитальный ремонт или строительство. То есть, это специальная техника. Это специальная техника, то есть, она существует, но ей постоянно убирать нельзя дороги, потому что мы им навредим. У нас, как сказал Александр Сергеевич, у нас есть недостаток в самой технике. То есть, у нас комплектация техники на уровне 35%. Поэтому, если вовремя убрать снег, тогда таких вопросов не будет. Снега было очень много, техника, соответственно, не справлялась со всей. Поэтому основные дороги, основные части мы убрали. И, как вы видите, большая часть дорога на проезжаемых, центральных. Что нельзя сказать о внутрикварталках. Но мэр города поставил задачу, мы будем выполнять. Ну, я дополню тут еще, кроме того, что плохо убрали, мешают наши припаркованные машины, которые бросили водители вдоль дороги. И это мешает уборке, на самом деле. Бывает, просишь водителя отъехать, реакции никакой нет. Он говорит, я приехал, мне надо остаться и все. Как вы считаете, справились ли вы, справился город, службы ваши с вот этими погодными условиями? Как сработали? Вот ваша оценка. Хорошо или не очень? Сказать, что она отлично, нет. Ну, я считаю, что мы справились на хорошо, с учетом той техники, которая существует на данный момент. И с учетом того, что как у нас работает казна, мы справились на оценку хорошо. Готов поддержать директора предприятия. То есть, справились хорошо. В связи с тем, что уже налажена и отработана схема уборки территорий. Может быть, не все остались довольны этой территорией, особенно внутридомовой, как я уже повторяюсь. Но основные дороги, подходы к больницам, подходы к роддомам, в принципе, это все было убрано в первое, в самое первое время. И всегда это как бы на первом месте стоит у коммунальных предприятий города. Поэтому можно поставить оценку хорошо. Также хотелось добавить по внутрикварталкам еще одна из, как бы, может быть, таких причин. Значит, у них работают специалисты в одну смену, те, которые работают на тракторах. То есть, нет двухсменных, как в коммунальном предприятии Элуат. То есть, там в две смены работают люди, специалисты. То есть, один отъездил, ночь в 12 часов идет отдыхать, на его место становится другой и едет. В коммунальном предприятии основания, к сожалению, тракторист, он один, закреплен за трактором. То есть, если он сутки проехал, вот, ну, в этом тракторе, то, как бы, на вторые ему надо какое-то время для отдыха. Такой вопрос, скажите, очень часто можно наблюдать за тем, что в непогоду именно, вот, в слякоть, дождь, ремонтируются дороги. Почему это происходит именно в этот промежуток времени, а не скажем там, с чем это связано? Дороги ремонтируются не с помощью асфальта, как у нас многие привыкли видеть. Идет ремонт с помощью брусчатки. Брусчатку можно наложить и в слякоть, но, конечно, не в большой дождь. Как бы, это тот материал, который не застывает, он не портится. Поэтому так происходит. Конечно, ну, с одной стороны, кажется, что это абсурдно делается, да, но, тем не менее, ликвидируются опасные ямы, и водители могут ездить спокойно. Скажите, пожалуйста, во сколько обходится ремонт, ну, там, одного метра квадратного дороги, вот, при помощи брусчатки? Значит, одного метра квадратного обходится на данный момент, сейчас, с учетом всех затрат, порядка 250 гривен. Если обходиться будем, есть такая технология, холодный асфальт называется, значит, один квадратный метр будет стоить на сегодняшний день порядка 340-350 гривен. Дороги разрушаются, ну, по большей мере, именно из-за той погоды, которая была, понятно, что снег не убрали вовремя, соответственно, он там превратился в лед, дорога разрушилась. Не дешевле ли было бы убрать вовремя снег, чем ремонтировать дорогу? Как бы вопрос понятен, да, но у нас есть проблема с казной. Нет достойного финансирования. У нас мы сейчас ждем третью волну снегопада. Можно, конечно, убрать на сегодняшний день, в течение недели полностью весь снег. Но когда придет снег, мы не сможем больше убирать город. Как бы у нас есть неуверенность в платежеспособности казны. И по поводу того, что 35% техники из необходимой есть, каким-то образом этот вопрос решается? Значит, в этом году депутаты приняли на сессии решение пополнить коммунальную службу нашу порядка 62 единицами. Это будет составлять порядка 70-75%. Ушкуль мы заговорили о финансовом положении. Скажите, пожалуйста, сколько денег, ну, по вашим подсчетам, надо на зиму, чтобы все это убрать? Сколько выделено и сколько вы ждете? Значит, для уборки такого снегопада на месяц нужно выделять порядка 6 миллионов. Выделено всего 2400. Расскажите, пожалуйста, кто за что как бы отвечает? Я так понимаю, что вся территория города, дороги, тротуары за кем-то закреплены. Кто должен это убирать и каким образом это организовано? То есть, Илуат за одно отвечает, допустим, основание за другое, а вот эти тротуары, которые вдоль дорог идут, это чья как бы парафия? Это зона ответственности, скажем так, балансосодержателя этих территорий, в данном случае районных администраций. То есть, районные администрации два раза в год подготавливают распоряжение городского головы о закреплении территории, как зимнего, так и летнего. И каждая часть территории, она закреплена за определенными коммунальными или частными предприятиями. Основные дороги и тротуары, естественно, и зеленая часть, естественно, закреплена за коммунальным предприятием Илуат, Зеленстрой, Титан, Горсвет. То есть, ритуал – это те территории, за которые отвечают именно непосредственно коммунальные предприятия. Также мы знаем, что есть правила благоустройства города Запорожья. Там тоже четко сказано, все расписано по предпринимателям, кто за что и как отвечает. То есть, их зона ответственности. И как они отвечают? Ну, относятся по-разному. Относятся по-разному. То есть, есть люди, которые возле себя очищают. Есть, которые не очищают. Мы тесно работаем с инспекцией по благоустройству. Мы им сообщаем эти адреса, они выходят. Но большая часть, конечно, предприятия, то ли в силу сейчас экономических каких-то потрясений, то ли других, ну, не откликаются на уборку территорий. Поэтому приходится… Ну, люди не должны страдать, жители города, от этого. Поэтому приходится привлекать коммунальные службы города. За то, что предприятия не убирают снег, есть какой-то штраф? Да. Сколько предприятий штрафуют? Оплачивают ли предприятия штраф? Как можно бороться с тем, что вот они отказываются убирать снег? Я не готов на данный момент ответить, сколько штрафовали, но знаю, что штраф юрлица – это от 840 до 1800 гривен. Это штраф на юридическое лицо. То есть, есть у нас инспекция, она имеет право составлять протокол. Потом этот протокол идет на районную администрацию, в административную комиссию. Александр Павлович, несмотря на то, что посыпались дороги, все равно был гололед. Люди падали, ломали там руки, ноги и так далее. Обращались ли, допустим, в КП основания с претензиями, что виноваты коммунальные службы и человек повредил руку, ногу? Да, есть такие обращения, их немало. Коммунальные службы города стараются реагировать на все эти замечания. Но, опять же, после того, как посыпают соляно-отсемной смесью песковой, получается, то есть она работает до ночи. То есть, вернее, днем она разъедает, это превращается в водичку, ночью оно замерзает. То есть, каждое утро дворник обрабатывает эту часть территории. Поэтому мы реагируем, и ничего не осталось без реагирования, ни одно обращение. Единственное, что территории, не везде территории принадлежат именно коммунальным предприятиям. То есть, если человек что около дома или там на тротуаре на центральном, да, это есть коммунальное. Но также много нареканий идет о тех территориях, которые не обслуживают коммунальные предприятия нашего города. Но, в принципе, мы стараемся реагировать, и коммунальные предприятия ЛУАД откликаются, даже частный сектор где-то, какие-то спуски, подъемы, которые не находятся у них на обслуживании, но не понимают важности этих, так сказать, объектов. И они выделяют технику, за что им огромное спасибо. Они выделяют, и там происходит посыпка. Люди очень часто звонят и жалуются, что вот возле остановок и возле бордюров, вот кучу горы и снега, и практически в некоторых местах невозможно даже пробраться. Кто должен заниматься уборкой этих вот участков? Опять же, мы уже говорили, то есть четкое определение, остановочные комплексы должны быть убраны предпринимателями или арендаторами этих территорий. То есть это, в принципе, их зона ответственности. Но, к сожалению, не все откликаются, не все это понимают, поэтому мы привлекаем коммунальные службы, где, ну, по возможности, скажем так, по технической. Как сказал Александр Сергеевич, мы можем сейчас, у нас есть такая возможность на данный момент, вывезти весь снег из города. Ну, основные вот эти все кучи, которые наметены, убрать всю эту. Но у нас лимитирован топливо, лимитирован. И если мы сейчас все вывезем, все вывезем, и казначейство нам не оплатит эти работы, которые вывезены, то следующий, как бы, снегопад мы останем, мы город оставим один на один со снегом. Поэтому мы должны бережно относиться как к посыпке, так и к уборке. То есть мы понимаем, жители, вот пошел снег, они хотят видеть больше машин, чтобы они круглосуточно ездили. Но коммунальные предприятия, кроме того, что, ну, убрать сейчас, оно должно думать о завтрашнем дне. То же самое, как и департамент. То есть мы в казначействе регистрируем формы два акта, но их пока не проплачивают. Поэтому мы должны бережно относиться к топливу, бережно относиться к соли. Поэтому такая у нас сейчас ситуация. То есть, в принципе, мы сейчас на середине зимы. У нас еще конец января, февраль и середина марта. Перед тем снегопадом, который был, говорилось о том, что запасы топлива, в принципе, ограничены. Как сейчас обстоят дела именно с запасом топлива? Насколько дней его, возможно, хватит? Значит, по запасам топлива. У нас запас топлива порядка 5-6 дней. Это если обильный снегопад будет. И по посыпочным у нас порядка 400 тонн соли и 10 тысяч тонн отсева. Есть такое хорошее выражение «всем миром». Вот всем миром можно чем-то бороться, что-то сделать большое для блага города. Как вы считаете, надо ли нам объединяться всем миром, чтобы и коммунальные предприятия, и предприятия города, и организации, сами граждане выходили на расчистку? Я понимаю, сейчас народ как бы не привык к таким социалистическим методам. Но, может, вы считаете, что надо, и, может, обратитесь к предприятиям, к организациям, чтобы все вместе мы делали благое дело для города. Как бы мы обращаемся к нашим всем промышленным предприятиям. У каждого предприятия есть специальная техника для очистки и снега, и для вывоза его, чтобы они просто не ленились, а помогали. То есть убирали хотя бы свои территории. Не бросали нас один на один со стихией. И не заставляли убирать даже возле их территории. Ну, если город и горожане любят заражать своим городом, тогда, ну, мое мнение, и мнение департамента коммунальных предприятий, и тех людей, которые там работают, естественно, чтобы люди помогали, выходили очищать свои территории. То есть выход с подъезда, детскую площадку, тротуары, парки, скверы. То есть все те места, где мы любим проводить свое время. Поэтому, как бы, да, просьба к жителям относиться к городу как к своей квартире, как к своему жилищу. То есть тогда, я уверен, что будет чище и намного будет жить позитивнее. К сожалению, комплектация дворников, все мы живем в нашем городе, мы видим возраст этих бабушек. То есть есть технические проблемы, как мы уже повторяли. Поэтому, да, действительно, жители платят за обслуживание города и должны получать достойный, чистый город. К сожалению, реалии обстоят так, что без помощи жителей, без помощи промпредприятий, к сожалению, город один на один, ему очень сложно справляться в таких катаклизмах, тем более, которые были, которые мы наблюдали в конце прошлого года. То есть температура опускалась до минус 20, потом поднималась до плюс 5, все это таяло. И понимаете, ну, как дороги, крыши текли. Мы призываем их именно в такие тяжелые погодные условия приходить на помощь. Очень много было бы вопросов решено, если бы все жители встали, как вы говорите, всем миром навалились, и мы бы вышли быстрее и с меньшими потерями. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания.